Здравствуйте, друзья. Жители Зайбайкальского края, город Шилка, не интересуются политикой, поэтому ходят до сих пор на ведро. Вот уже 18 лет Светлана и ее сын ютятся на 16 квадратных метрах. Тут же спят, тут же едят, тут же ходят в туалет. Тут поели, тут поспали и прямо тут же на ведро сходили. Это чтобы ни от кого не зависеть. Сколько бы ни топили печь, холодно, ведь соседние комнаты заброшены. Жильцы просто не выдержали и сбежали. Сбежали на загнивающий запад из Великой России. Вот неблагодарные. Износ здания по техническому паспорту всего 42%, несмотря на то, что сам дом 1937 года постройки. Всего 42% износ дома. Просьба администрацию больше не беспокоить и помнить, что все остальные страны нам завидуют. Я покупала дрова. Каждый год покупала дрова. Дрова покупала, пока работала. Топилась. Но в этом году уже было бессмысленно топиться, потому что там никто не живет, квартира разбитая. За этой стенкой никто не живет. И вот такое большое окно. Светлана рассказала, что замок в кладовке кто-то срывает и ворует дрова. Она несколько раз обращалась в полицию, но безуспешно. Понятное дело, что безуспешно. Ментам же тоже свои квартиры надо чем-то топить. Теперь ей приходится жить в холоде и ходить дома в верхней одежде. Администрация города сообщила, что эксперты провели проверку в доме и посчитали его пригодным для жизни. Дом для жизни граждан, которые не интересуются политикой, пригоден. Износ всего 42%. А его не признали аварийным, потому что он уже... Ну, вот его не признали аварийным. Признает же дом аварийным экспертиза. А вот здесь проводился капитальный ремонт. Вот в 15-м году кровлю здесь делали. И, по-моему, электрику. Ну, тут посмотреть надо. В принципе, можно не поднимать документы. Электрика в полном порядке. Тут издалека видно. 31 марта. Европа замерзает. Трасса М4 Дон. Сотни автомобилей застряли в снежном плену. Пробка 60 километров. Будет ли у французов свет на Рождество? Как платить за электричество и газ волнует всех жителей Евросоюза. Бедные бюргеры продолжают отапливать свои дома дровами. В старом свете наступило резкое похолодание. Запасов, чтобы пережить зиму, не хватает. Чего ждать к рождественским праздникам? Скоро на коленях приползут. Извинятся. Переправа, аналогом которой в мире нет. Какая семья? Не надо пробирать. Ну, делаешь, как бы хлопоку сверху. Так он и едет. Вау! А куда они едут? За Олдское. Куда она за Олдское? В деревню, которая затопила. За Россию написано на бетонной плите. Так уютно сразу на душе. Так тепло. По-домашнему. Саш, ну я еще раз задам свой вопрос. Ну, пока все-таки воюем скорее от обороны. Правильно? Ну, конечно, от обороны. Оль, ну, конечно, от обороны. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что эта тактика такая хитрая. Стать в глухую оборону. Вымотать противника наступлением. И дождаться, когда у них закончатся все патроны. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко. Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко. И зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек. И наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Ну. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Это полная фиаско. Полная фиаско. Понимаете, я не знаю, чем закончится война. Никто не знает. Никто не знает. Этот ужас. Этот ужас еще будет продолжаться, конечно, какое-то время. Но это, конечно, уже поражение. Потому что никогда, мне кажется, что никогда за историю России наша страна не демонстрировала такой неадекватности и такой слабости. Вот вообще никогда такого не было в истории, чтобы вот так неадекватно. Ну, посмотрите, армии нет. Она, как и к черту, Вашингтон, Константинополь. Я говорю, мужик, ты бахмут взять не можешь. Ты бахмут взять не можешь за сколько месяцев. Ты сколько там людей положил. Зато медалей у ряженого генерала, который 400 дней берет Киев за три дня, больше, чем у Жукова и Рокоссовского вместе взятых. Это еще, кстати, только половина всех медалей и орденов. Впереди орден за жест доброй воли под Киевом, за отступление под Харьковым, за сдачу Херсона, за отсоединение Крыма. Впереди еще много наград. В Волгограде памятную доску одного из освободителей повесили в туалете. Новая рубрика, что ему прочитать сегодня на унитазе. Если вам надоело читать со стороны зрителей воздуха, залетайте в общественный туалет в Волгограде. Какой подвиг, там и награду повесили. А вот это Нальчик, Кабардино-Болгария. Отсередного героя закопали где-то в степи вдоль дороги. А цинковый макинтош просто сожгли и бросили на помойку. Салам алейкум, уважаемые братья и сестры, уважаемые земляки, уважаемые наши руководители. Мы находимся в пойме реки Нальчик, ниже поселка Адию. Как вам не стыдно, ребята? Мы понимаем, что у вас человек погиб где-то, или в СВО, или с России привезли, или что-то. Цинк обычно оттуда везут. Ну, так же нельзя в родной республике так поступить. И вот таким образом это все, значит, это самое устроить здесь. Это что такое? Во-первых, это антисанитария рас, морально-психологически, с мусульманской точки зрения. Нельзя этого делать, законов шариата. Любой христианин, мусульманин, иудеин, но это все осудит. Может, у этого парня, у которого в СВО остались дети, осталась жена. Ну, и как они сюда теперь приедут, пройтись по этой зеленой зоне, просто это посмотреть, это стыдно? Это позорно? Помогите, чтобы такого не было, посмотрите, гроб сюда привезли, и бросили на зеленую зону. Ну, как же так, а земляки? Мы же мусульмане, мы же верующие люди. Нельзя это, это полное издевательство уже, над природой. И перед Аллахом это грех большой. Не делайте, пожалуйста, этого больше. Не делайте. Если где-то вы это делаете, то увезите, где-то закопайте, хотя предайте земле. Ну, зачем вы нам на все, на все это самое увидение, услышание, вот федеральная дорога здесь, вот он мост, посмотрите. Весь северно-кавказская дорога проезжает. Ну, мы не можем на это уже, это так смотреть. Понимаете? До этого уже дошло. Остановите. Немедленно нужно этот беспредел остановить. Немедленно. Немедленно просто. Салам алейкум. Участники СВО получат земельные участки в Крыму уже с 7 апреля. Валера Залужный обеспечит каждого участника СВО земельным участком длиной 2, шириной 1 и глубиной 1,5 метра.